Здравствуйте, уважаемые зрители! На канале Автоплюс самое обычное время, программа «Попутчик». Сегодня у нас воскресный эфир, который мы хотим посвятить тому, что происходит на наших дорогах. Чтобы не выражаться нецензурно, назовем это неким таким описательным образом культура вождения. Почему у нас ее нет? На эту тему показалось логичным поговорить со Сергеем Стилавиным, который о культуре знает не понаслышке и наслаждает ее в массы. Добрый вечер! Я, конечно, представляю собой сгусток культуры, в том числе автомобильный. Кого еще звать, как не меня, чтобы обсудить эти темы? Вот мы говорим о том, что мы становимся цивилизованнее, что вроде бы какие-то европейские к нам даже правила поведения можно теперь применять. Но вот за последнюю неделю просто личное наблюдение. Мне кажется, что в 90-е годы, когда была стрельба из окон по машинам, не соблюдающим правила движения... В вас стреляли? Я не заметил, слава богу. Может быть, было что-то неприцельного, во всяком случае. Сейчас у меня возникло ощущение такое, что в 90-е годы люди хоть чего-то боялись. Сейчас страха никакого нет. На каких примерах я, например, заметил. Едешь так, ну, неожиданно смотришь, что ты кому-то там, в общем, создал помеху на дороге. Чуть замедляешься, извиниться в окно, сказать, ну, извини, старик не заметил. Равняется с тобой эта машина, как оттуда из окна начинается уже такая прямая речь, прям без цитат, купюры, чего-то еще. Думаешь, ну, зачем же ты, человек, это говоришься? Я же собирался извиниться, что-то сказать там, ну, у меня уже нет шанса, нет времени и нет вопросов. Мне кажется, мне кажется, в этом случае вы, мой друг, являетесь как раз примером культуры. Да нет, ну, это тоже ошибочное мнение. Я просто в эфире не могу рассказывать все правды. Я думаю, что повысилось, вернее, ожидание какой-то особой культуры – это неправильная позиция. Дело в том, что не культура повышается, а повышается платежеспособность населения. Ну, да, в общем. И, соответственно, вместе с платежеспособностью, видимо, повышается и возможность компенсировать причиненные тобой убытки. Вот, многие страховые компании предлагают уже расширение ОСАГО, да, знать, там, 30 долларов платишь, ты на миллион можешь нагадить. Да-да-да. Вот, а что касается культуры, вы понимаешь, а откуда она, собственно говоря, возьмется, если, в принципе, в принципе, у нас люди не любят чувствовать себя должными и обязанными перед кем-то в чем-то. То есть, я приведу маленький пример. Вот у нас вроде бы 15 лет уже существует, например, общепит, да, такой культурный, ну, культурный общепит. 15 лет, ты с какой точки просто имеешься? Ну, я имею в виду такой западного типа общепит, не кондовый советский там кабак. Ну, да-да-да. А вот такие кафетерии, кофейни, как говорят. Ну, ты просто как житель Питера, мне кажется, там это было значительно раньше, чем в Москве. Ну, все-таки, все-таки, ну, да. Вот когда ушла эта культура официантов, да, таких вот халдеев с полотенчиком, а пришли многочисленные официанты, когда сейчас многие девчонки и мальчишки идут подработать официантами, там, и в Макдональдс, и туда, и сюда. Ну, понимаешь, люди, которые обслуживают, они чертовски не готовы к тому, чтобы во время вот своей работы вести себя так, как обслуживающий персонал. У всех на лицах такие понты, что, мол, типа, ну, а я-то на самом деле сейчас выйдусь, сяду в Мерседес. Я тут случайно, я тут на неделю, я тут ненадолго, поэтому я тебя обслуживать не хочу, а если я и обслуживаю, то я тебе делаю одолжение. На дороге, по большому счету, ну, все обслуживают друг друга, я бы так сказал. Ну, не в прямом, конечно, смысле. Ну, понятно, понятно. Но это общее дело, где надо быть вежливым. А люди многие, как были в жизни вот такими официантами, которые на неделю забежали, так они и остаются... Нет, ну, это отдельная история того, что есть люди, которые просто стесняются того, чем они занимаются. Ну, они не то, что стесняются даже, они считают, что они сильно выше, и это некая такая времянка, которая вот у них есть. Ну, вот смотри тоже пример. Все те же люди, которые на дороге показывают друг другу там жесты там из пальцев, говорят там разные слова, как себя ведут неадекватно. Они же приезжают в офис, они приезжают куда-то домой и, в принципе, ну, ведут себя более-менее адекватно. А вот почему-то на дороге появляется такое вот ощущение, что сразу отмотали несколько веков назад, там пещера, все это, вот как бы дубины, и поехали. Вот откуда такая вот история? Я не знаю, я пытался поднимать этот вопрос в интернете, поскольку я являюсь жижистом таким, блогером. Мне не нравится ни жижист слово, ни блогер. Ну, и неблагозвучный. Да, обсуждали с людьми эти темы. В принципе, пришли даже к выводу, что надо создать такой клуб вежливых водителей, по большому счету. Придумали даже эмблемку себе, там, зеленый кружок, ну, на манер запрещающего знака, но чтобы не конфликтовать с гаишниками, не делать красный круг, а сделать такой ярко-зеленый круг, и в нем смайлик, две точки и скобка. Вот, чтобы, ну, как-то объединять усилия людей, которые не хамят. Ну, которых все это, в принципе, достает, так и зря. Да, ведут себя вежливо. Потому что я, честно говоря, думаю, что многие люди не распробовали, насколько это приятно быть вежливым на дороге. Почему-то. Я не знаю, почему это происходит. Может быть, все в такой нереальной зоопарке ездят за рулем, и куда-то торопятся, опаздывают их все время, как кто-то оскорбляет. У меня ощущение, что они как ошпаренные, знаешь. Но ошпарили их в одном месте. Это вот как бы пролили им между ног. Как следует, кипяточком. Потому что я, помню, в этом году ездил в Испанию. Брал там машину на 10 дней. И мне было просто приятно пропускать пешеходов, правильно парковаться. Ну, то есть поступать правильно. То есть там не то, чтобы в Испании создана эта атмосфера, да. Но как-то у меня такое ощущение иногда, что нашему человеку нужен варяг. Вот наш человек не любит вместе уважать такого же, как он сам. Вот он будет, он уважает, вот я на себе просто чувствую. Я уважаю чужие порядки, да. А как бы, а у себя дома, я вообще думаю, что мне порядок не нужен вообще никакой. И если, например, в Испании, да, к примеру, или просто где-нибудь в Евросоюзе, ты нахулиганишь на дороге, тебе выпишут штраф, и ты его не заплатишь, к примеру, да. То тебя могут лишить на несколько дней, на несколько лет визы. Ну, ты просто в следующий раз туда не заезжаешь. Да, ты уже туда не въезжаешь. А здесь страна, ну, как бы, получается, которая формально твоя, но тебя ведь отсюда никуда не денут за то, что ты нагадил. Да, вот по мелочи, по мелочи. По-крупному, да, все понимают, можно сесть. Но вот, но нигде не определено, нигде не определено мера ответственности за хамство. То есть оно, как бы, не имеет ни цены, ни стоимости. Ну, хамство, это у нас, видимо, какая-то такая вот культурная особенность, которую даже и наказывать, наверное, излишне, потому что оно это есть, и от этого никуда не деться. Ну, я думаю, что интересно было бы послушать на эту тему мнение наших зрителей. У нас звонок. Здравствуйте, вы в эфире. Добрый день. Добрый день. Алло, здравствуйте, слушаем вас. Я из Москвы. Нет, дело в том, что, видимо, мы в эфире. Ну, видимо, мы в эфире, да. Больше места никого нет пока. Ну, хорошо, будем ждать следующих звонков. Кстати, друг мой, сами-то наказываете хамство, потому что... Ну, что ты имеешь в виду под наказыванием хамства? Есть три категории водителей. Те, которые хамят, те, которые сглатывают, и те, которые учить начинают. Ну, да, учителя такие дорожные. Ну, знаешь, все три категории, по-своему, как бы, ну, в чистом виде, наверное, их не бывает. Ну, да, бывает в разных ролях. Бывает немножко того, немножко того, и зависит от настроения, от состояния, кто туда едет. Есть еще вот, ну, такое мое наблюдение личное, да, вот все водители, ну, не все водители, мужчины-водители делятся на две категории. Те, которые ездят нормально, компенсированные достаточно, и те, которые, ну, испытывают какой-то вот дискомфорт от того, как они водят, поэтому нуждаются в каком-то вот, ну, ну, не в козле отпущения, а в ком-то, на примере кого они могут понять, что они здорово ездят. Женщины выступают в этом плане, и вот там пошла эта вот баба за рулем, и много-много чего там есть. Сексизм. Да, сексизм. Сексизм. Такие вот половые войны на дороге. Кстати, вот, чтобы мы маленькую ремарочку можем сделать, я часто наблюдал картины, когда вот человека обидели на дороге, да, или, например, не пропускают в крайне левом ряду, долгое время его не пропускают, хотя свободной парочкой, ну, на МКАДе особенно, да, например. Бывает, бывает такое. У вас свободно еще несколько рядов, а машина, на которой едет человек, который занимает это крайне левое место, физически не способна разгоняться больше 60 км в час. Да, она не способна разгоняться до 200 км в час. И тогда человек его обгоняет, встает перед ним и по тормозам. И по тормозам резко, да. Я считаю, что это самое настоящее вредительство, потому что это создает, ну, нездоровую атмосферу на трассе, тем более, что если человек не может разогнаться, то вряд ли он еще умеет при этом хорошо качественно тормозить. Может, он спит там еще за рулем, по всем прочим. Вот, не к ночи будет сказано. Но, я вот, например, придумал в этом случае, если уж совсем неповоротливый какой-то организм сидит за рулем этой машины, вот, случай более-менее мягкий. Обогнать, встать перед ним и просто убрать ногу с педали газа. Чтобы машина потихонечку-потихонечку начала останавливаться, чтобы человек сам пришел к мысли, что какая-то есть неразберика. Это диссонанс в том, что он здесь едет с такой скоростью. Да, да. То есть, показать ему, что можно еще медленнее. Ну, да. А можно вообще встать здесь? Бери пример с меня. Можно? Давай постоим. Вот. И несколько раз это срабатывало. То есть, человек спокойно уходил. Понимаешь, иногда же как? Смотришь в зеркало заднего вида, особенно если это ночью. Видишь, ты его, например, подпер, он ушел в бок. Ты его обогнал и уже далеко-далеко впереди, а он обратно возвращается. Но вот после такого маневра с торможением, с таким плавным, как правило, человек остается в другой уже полосе. Ну, как-то... Ну, на мой взгляд, вопрос здесь в адекватности как тех, кто едет впереди, так и тех, кто пытается согнать сзади. Потому что, ну, есть такое мнение, да? Вот здесь на этой дороге разрешено ехать 90 км в час, а я вот и еду 90 км в час. И мне никто здесь не указал, что вы мне мигаете, что вы моргаете. Я имею право, я его реализую. Скажу вдруг, значит, ситуацию. У меня есть безбашенный совершенно друг, его зовут Володя. Он нас с Геннадием и администратор, и директор, ну, наш компаньон таким, грубо говоря. И он отличается совершенно безбашенностью характера. Он недавно разбил 220-й Мерседес. Предыдущий? Просто разбил, да, в предыдущем кузове. Ну вот, а до этого выделывал следующее. У него есть бизнес в Нижнем Новгороде. Он частенько по этой трассе катается. И он мне рассказывал, что особенно летом там очень часто на многих участках плетутся, ну, шестерки, жигулей и что-то такое. Неспешно, неспешно. И не пропускает. А иногда парами. То есть его физически не обгонишь. Он делал следующее. Он, соответственно, жарко. Шестерка жигулей не оборудована кондиционером. Открыты все окна. Он туда закидывал бутылки пластиковые и даже окурки. Снайперы, на самом деле. Просто я когда слушал эти истории, они, конечно, повергали меня в такой легкий шок. Но, в принципе, видимо, очень сильный человек достали. Но это хулиганство, друзья. Нет, это хулиганство. Безусловно, здесь призывать к этому не надо. Хулиганство. Я бы еще по поводу половых войн поговорил. Как это еще рассказывал дедушка Фрейд, что все наши проблемы, они так или иначе крутятся вокруг пояса. В Белоруссии был даже такой пример. Они говорят, что это скопированная из Израиля история, когда на дорогах появились такие плакаты, что водитель, нарушающий правила, страдает недостатком. Малочлене. И, по примеру, Израиля, там аварийность снизилась в 7 раз. Правда, я не знаю. А как в Белоруссии? Ну, в Белоруссии результатов нет. То есть, там как-то все очень страшно. Там бьется каждый день много народа. То есть, короче, некуда. Короче. Или проводили, наверное, собственные тесты и поняли, что нет. Вот у человека лишили прав на 2 года, а у него там ничего не уменьшилось. Вы знаете, друг мой, я, честно говоря, наблюдаю, естественно, за тем, как люди ездят на автомобилях каждый день. Хотя в Москве это не так просто, потому что, несмотря на запрет тонировать стекла... Ну, они все затонированы. Вот. Иногда, особенно вечером поздно, ну, надо изловчиться, чтобы увидеть, кто там все-таки сидит за рулем. Тем более, что я знаю, например, мужья, если доверяют своей жене, там, или девушке, дорогую иномарку, как правило, стараются наглухо тонировать, чтобы как раз не навлечь на девушку из-за того, что она красивая, лишнего внимания. Даже не то, что красивая, это еще вопрос такой, чисто криминальной безопасности. Ну, да. Когда девушка в очень дорогой машине, у многих, особенно там, этнических разных приезжих в город, возникает соблазн, ну, а что она едет, давай лучше мы поедем. Нет, я, честно говоря, насчет тонировки, я бы рекомендовал, и я уже на нескольких своих машинах это опробовал, тонировать все по закону. А именно, все-таки тонировать задние двери, заднее стекло наглухо, там, 95% или 5%, что позволяет, во-первых, ты не нарушаешь правила, а во-вторых, у тебя заднее сидение полностью непрозрачное, непрозрачное, поэтому девушке, например, да, если, ну, вот девушку трудно представить без сумочки. Сложно. Да, вот, можно положить спокойно назад эту сумку, и, по крайней мере, не будут этих мотоциклетных ограблений, которые в Москве последние годы имеют место, когда на светофоре стоит машина, выбивается стекло кастетом, и хватается сумочка. Сумочка, да, по крайней мере, вещи будут в целости и сохранности. Вот, что касается вождения девушками, то, я скажу так, по выходным, когда, видимо, мужья после этого дела отдыхают. Не могут в руле быть. Очень много автомобилисток, девушек за рулем, я вижу, и, ты знаешь, наверное, неправильно было бы говорить, что женщины водят как-то хуже, и просто общий объем продаж машин настолько велик, что за руль начали садиться, так скажем, может быть, даже те, кто и не собирался этого делать. Потому что некоторые честно себе признаются, да, что, ну, особенно женщины, это же существа эмоциональные, нежные, на них наорешь, они потом полдня плачут, ну, не я, в смысле, а просто, да. И многие раньше себе признавались в том, что, ну, да, я же нервная, я же волнующаяся, мне нельзя доверять руль. А потом смотрят, у подруги появилась машина, у кого-то еще, получается, что... Ну, это вопрос такого хорошего тона получился. Да, можно сесть в машину, поехать в тот магазин, до которого на метро не доберешься, да, правильно? Удобство, удобство. И вот стали сажаться, садиться за руль люди, которым, может быть, не стоило бы, конечно, садиться. И в этой связи, мне кажется, что, ну, есть же, например, научные данные, что только 5% женщинам нравится пиво. Ну, к примеру, вот это официально, да, потому что вкус, ну, просто поперек всех женских гормонов. Не нравится. Я уверен, что, конечно, автомобиль, как вещь, где надо на себя вешать добровольно ответственность за все, что происходит вокруг, и это, естественно, то же самое место, где, ну, далеко не каждый, может быть, себя чувствует в своей тарелке, потому что, понимаешь, ты вылезаешь из-за руля после пробок, после всего измотанного, а если тебя на руле, если тебя еще на работе использовали по всей... Ну, как это обычно бывает, в общем, каждый день. Тебя использовали на дороге, по дороге на работу тебя использовали на работе, тебя использовали вечером, опять же, по дороге домой. По назначению. По назначению, да, по назначению. И как бы то ни было, такое сплошное использование целый день происходит. Не у всех психика, может быть, к этому готова. Единственное, что я думаю, что не хочу обижать женщин. Они мне нравятся. Вот в нашем шоу-бизнесе я один из немногих... Кому нравятся женщины. Ну, да, потому что остальным всем нравятся женщины только по долгу службы. А как бы так в остальное время стараются отдыхать культурно другими способами. Но мне кажется, что женщины более чем мужчины привязаны к какой-то немецкообразной пунктуальности в плане правил. Это говорит о том, что она будет до последнего, даже если ситуация на дороге складывается, уже критично, все-таки следовать правилам. А ситуация уже вышла из-под контроля. Здесь надо действовать уже как-то по-другому. А вот женщина, она будет, мне кажется, методично что-то делать. Именно этим, мне кажется, пользуются обидчики женщин за рулем. Он знает, что она не денется, никуда не дернется. Он ее оскорбит и дальше уедет. Она не будет его преследовать. То есть женщины более законопослушны. И в этом есть и плюс. Ну, с другой стороны, понимаешь, если бы ситуация была такая, как женщинам видится, если мы такую модель принимаем, что они ведут себя по правилам. Вот эта модель поведения не работает потому, что очень много кто ведет себя не по правилам, создавая те ситуации, где просто знанием правил и соблюдением уже ничего не исправишь. Поэтому женская логика, искренняя, откровенная, она сюда не вписывается в эту модель. Здесь надо как-то... Это как учит играть в преферанс, когда сначала кажется, что нужно играть по правилам. Потом человек понимает, что если играть не по правилам, то можно добиться гораздо больших результатов. И потом уже с опытом приходит понимание того, что можно чего-то добиться, но на практике больших чисел лучше всегда играть по правилам. И это, в общем, как-то выгоднее, приятнее, безопаснее и надежнее. Чувствую себя девушкой рядом с вами. Когда вы заговорили про преферанс. Мы только что поговорили о том, что мы одни из редких представителей шоу-бизнеса, которым нравятся девушки. Нет, нет, я к тому, что мозг сворачивается при разговоре о сложных математических... А преферанс, ладно, не буду больше. Будем говорить о простых примерах на дорожных, тем более, что их очень много. Есть еще одна такая вещь. Появилось достаточно давно вот это вот разделение по классам. С тех пор, как у нас стали продаваться машины не только в Волжского и Горьковского автозаводов, а появились люди, которые ездят на дорогих машинах. Вот эти люди такие были привилегированные, все. И вот сейчас есть такое неоднозначное понимание. То есть раньше было так, что человек на дорогом автомобиле, ну, скажем так, кладет с прибором на все правила, нормы приличия и прочее. Он просто едет так, как он хочет. Я бы не сказал. А сейчас есть противоположное мнение, что люди на дорогих автомобилях, ну, не знаю, с чем это связано. То ли они просто компенсированы в жизни, то ли у них все нормально, им не нужно на дороге на каждом километре лишний раз подтверждать, что смотрите, как я могу. Вот они едут спокойно, и с ними на дороге меньше проблем. И с ними проще договориться, более того. Ну, договориться так вот именно, что кто-то перестроится, где-то проехать. Да, в плане въехать куда-то, попросить. Помигал, дуднул, показал через стекло, опустил его, если ну тебя на него, наверное. Ну, там, помог там себе руками донести до него мысль, и, как правило, проблем не возникает. Да, как правило, люди, которые ездят как раз на «Жигулях», и на иномарках, которые, ну, являются прямым переходным звеном от «Жигулей» к автомобилю, так скажем, вот они, мне кажется, более подвержены сейчас, в настоящее время, каким-то комплексом агрессии к тем, кто... Высовываешься в окно, делаешь то же самое, человек старательно тебя не замечает. И вот он едет, потому что, ну, вот этот сейчас... Едет, и... Ни за что не пущу, никаким образом. Конечно, есть такая небольшая прослойка автомобилей, которые являются дорогими, являются иномарками, и при этом ведут себя по-хамски. Ну, это спортивные машины, на которых просто физически, если оно тем более еще и с ручкой, да, не автомашкой... Ну, тяжело, тяжело ездить. Тяжело на ней ездить нормально. Тяжело. Я вот на своей практике на нескольких таких штуках поездил. Ну, хочется от нее ожидать... Ну, чего-то получить от нее хочется. А вот машина класса, ну, Mercedes S-класс, да, даже начиная с Ешки. Ну, это когда видишь на дороге, если она едет быстро, ну, именно лихачески, то есть что-то ненормальное. Ну, есть такие... Ну, ему Е не идет, да? Ну, это вопросы серии того, что машина, в принципе, вот как бы мы там об этом ни говорили, она немножко воспитывает водителей, подстраивает под свое вождение. Вот есть там автомобиль Cadillac, например, да? На Cadillac трудно себе представить, что кто-то начнет вышивать там крестиком по дороге. Ну, там подвески. То же самое на Mercedes S-классе. Вот ты, когда это начинаешь делать, ты чувствуешь себя в какой-то степени извращенцем. Что я делаю? Я тут в ластах пытаюсь спуститься с горы, да? Ну, это же совершенно для другого. Вот когда ты едешь так, как эта машина настроена, получаешь удовольствие. Когда едешь по-другому, ну, постоянный какой-то дискомфорт. А есть машина, которая никак не настроена. Она именно никак не настроена. Я тут некоторое время назад, месяца полтора, наверное, имел удовольствие, в кавычках, поездить несколько дней на китайском джипе. Угу. Слушайте, это жуткое впечатление, потому что машина, которая только что сошла с конвейера, по звуку мотора и по нечеткости переключения передач, ну, вот полный аналог Жигулей, которые прошли 100-150 тысяч. Угу. Это жесткая, зверская машина. И в ней, ты понимаешь, вот единственное чувство, которое у меня после там недели, ну, не недели, дней пять, наверное, я соскочил раньше, чем мне кончалась доверенность, потому что это было ужасно. И меня спасала единственная надпись, что это тест-драйв. Ну, да-да-да, никто не подозревал тебя. Потому что если бы тест-драйва не было, я был бы в шоке. Единственное чувство у меня было, это вопрос к людям, которые покупают китайские машины, да, а она стоила где-то порядка 17,5 тысяч долларов. Это вот аналог RAV4. Угу. Тигго. Ну, да-да-да. Так называемый аналог RAV4. Единственный вопрос к людям у меня был, слушайте, ребята, неужели чувство, которое у вас есть, когда вы сидите в этой машине, а чувство такое, как круто я сэкономил, это единственное позитивное достаточно чувство для водителя. Потому что все-таки 17,5 тысяч долларов – это большие деньги. Ну, за эти деньги можно купить машину, на которой можно ездить. Нет, посмотри, а вот какой здесь комплекс, да? То есть человек хочет фактически, да, за малые деньги, за малые деньги, да, купить большую машину. Хочет выглядеть круче, чем есть. Да, русская поговорка «не по сеньке шапка», да, по большому счету. То есть за 17,5 тысяч долларов можно купить простенькой комплектацией «Гольф». Да, в принципе. Ну, «Гольф» нет, там чуть попроще, там, тот же «Копус», там. Ну, что-то типа этого. Ну, что-то типа этого. Но человек ведь хочет, чтобы это был джип, хоть он и переднеприводный, хоть он и не полноценный джип, ни в коем случае. И там дешевая пластмасса, какие-то нереальные приборы, знаешь, подспортивные, сделанные с белыми циферблатами. Ну, нормально, нормально. В которых в монтированной лампочке, вот, например, ты включаешь ближний свет, да, там зажигается лампочка, но в дневное время он не видно, потому что она не пробивается сквозь. Ну, это намек такой, в дневное время не надо включать лампочки, они перегорят и могут менять. И только ночью, только ночью эта машина с фиолетовой подсветкой, когда не видно, из какой пластмассы оно сделано, какая обивка на креслах, ты чувствуешь себя более-менее во мраке, понимаешь? Но как только день, ты видишь, что тебя обманули. Смотри, какая вещь. Мне кажется, что вот эти машины очень здорово подходят как раз по тему нашего разговора о культуре. Они очень здорово вживаются в наши представления о жизни, потому что много машин за мало денег – это мечта, которая, в общем, каждому знакома с детства. Ну да. Где-то хитро прикупить что-то такое, что гораздо круче. Автомобили, похожие на Land Cruiser, на X5, его там сейчас появился на выставке тоже китайский. Прада. Все есть, все абсолютно выглядит, но если там еще шильдики переклеить, это гораздо дешевле, чем покупать новый. Нет, снаружи все замечательно. Все будет очень здорово, будешь выглядеть очень серьезно. При этом чувствовать себя будешь не так, в общем. Но, с другой стороны, если важно произвести момент, то здорово. Это очень большая проблема у нас, когда все-таки имидж, внешняя составляющая машины, важнее сути ее. Сейчас у нас в жизни, в принципе, я вот разговаривал со многими людьми, и многие люди сейчас занимаются мыслящей поиском того, а поиском ответа на вопрос, что с нами происходит сейчас вообще, в принципе. И вот эта работа на имидж, тотальная в обществе, которая сейчас есть, она везде. И в автомобильной сфере... Она немножко забила уже какие-то другие жизненные вещи. Потому что, мне кажется, кстати, возвращаясь к разговору женщины-мужчины, вот женщины, например, это существа, которые, например, будут мучиться, но, зная, что это красиво, они все равно будут... Например, сапоги на шпильке, они будут говорить вечером, что «как у меня устали ноги». От этих ботильонов, вот это слово слышал. Да, ботильоны, да, за тысячу долларов, за тысячу евро. Они будут носить эти ботильоны, но потом у них будут болеть ноги, но они говорят, ну, это ж красиво. Или стоять в магазине, типа, перекресток с савойской картошкой в туфлях за тысячу баксов, да, там, например. Ну, например. Да, это ж красиво, но это неудобно. И мне кажется, вот я смотрел на некоторых девушек, девушки тоже выбирают почему-то некоторые машины, да, которые, может быть, по внутреннему своему и оснащению, и физическим данным, ну, по мощности мотора и так далее, не соответствуют, ну, ничему. Ну, в обществе, что ты говоришь, девушки выбирают. Не всегда девушки выбирают. Иногда есть рядом друг заботливый, опытный и знающий все, который говорит, ну, вот тебе классно вот это все. Стоп, молчи, не обсуждается. Бывает другая ситуация, что чем меньше человек знает о машине, тем меньше шансов у него купить то, что, в общем, ему подходит. Потому что как-то в одежде там более-менее все разбираются, в музыке понимают. Но машина – это такая вещь, которая тоже одному человеку подходит, другому нет. Машина – это, ну, индивидуальная такая штука. К сожалению, что касается автомобилей, да, то мы еще, да, я думаю, что ни в одной стране мира нет так, чтобы все население могло себе позволить выбрать машину по своему, ну, по своим запросам. Мы, наверное, редкое, ну, не то, что исключение. У нас все-таки больше людей себе это позволяет делать. Ну, ты ездишь по той же Испании, ездил. Много ты там видел автомобилей такого класса, как у нас ездят здесь по центру города? Да нет. Ну, их там просто можно вообще не встретить, там, за два дня. У нас они на каждом шагу. Каждый второй автомобиль – это представительского класса. Потому что у них это как-то, ну, соответственно. Но, понимаешь, я не могу сказать, что большая, дорогая машина, да, это плохо. Это хорошо, это, конечно, хорошо. То есть это удобно, это удобно, это как бы надежно. И в той же самой аварии, например, да, ты же понимаешь, что большая, хорошая, крепкая машина тебя защитит при столкновении с каким-нибудь C3 Citroen гораздо лучше, чем аналогичный Citroen. Тут еще в другом немножко вопрос. Говоря о том, что, ну, наверное, можно обобщить это словом понты, да, вот, любовь к населению, покупать машины, которые, ну, как бы, превосходят их возможности там. Или кажется, что так превосходят. Вот эта вещь, ну, есть, конечно, тут что-то такое недостойное, там, вот понты – это не очень хорошо. С другой стороны, есть такая вещь, что ты едешь на дорогой машине, и, ну, ты к себе вызываешь отношения окружающих, ну, скажем, чуть более уважительные, чем это было бы в другом случае. Ну, это со времен, мне кажется, начало 90-х, когда считалось нормально, что у пацана есть комната в коммуналке, в этой комнате стоит раскладушка, а также на стене, на прибитом гвозде, висит единственный, но классный костюм, и стоит шестисотый мерен. Больше у пацана нет ничего. Ничего нет, даже денег на бензин. Это как во все предыдущие века, ничего нет, кроме классного коня. Ну, какая… Ну, такая рыцарская романтика. Да, как-то душа… Ну, понимаешь, а с другой стороны, а чем машина не дом? Вот сегодня, конечно, московские цены на недвижимость сильно отличаются от машин, да, машины как-то заметно подешевели. По сравнению с квартирами, да. По сравнению с недвижимостью, да. А раньше же, извините меня, Мерседес это был как несколько квартир. Ты у себя дома, ты купил себе фактически дом на колесах. Ну, а потом, ведь машина очень интимная вещь, правда. Мы все время находимся в обществе, в социуме. Там дома у людей близкие, на работе начальство, и только в машине ты по большому счету один, наедине с собой, можешь о чем-то подумать. И главное, что мы ведь все являемся рабами. В каком смысле? В широком смысле слова мы рабы. Мы рабы ситуации, рабы положения, рабы должности своей. Каждый на своем месте. Вот ты раб. Ну, я вот я знаю. И я раб. Вот, да. Но в машине ты имеешь одну из неногих таких вот жизненных ситуаций, когда ты отвечаешь за сиюминутную ситуацию на дороге, да. Ты можешь повернуть туда, не туда. Ты можешь так отреагировать, по-другому. Ты хозяин своей жизни. Ну, поскольку ты заговорил о рабах, я бы поговорил о людях. Сейчас вот интересная тоже прослойка людей, перед которыми ты даже сидя в машине чувствуешь себя рабом. Это люди, которые так раз тебе. По идее, вот, ну, от этих людей в какой-то степени зависит то, что называется культурой там на дорогах, да. А в какой-то степени зависит поведение там людей, их ощущения. Потому что у нас, ну, я думаю, что это, наверное, самая популярная тема разговоров среди водителей, среди людей, которые собираются покупать. Тема милиции и людей, которые определяют порядки. Маленькая ремарка. Маленькая ремарка, как англичан, по-моему, это происходило то ли в конце 20-х, то ли в 30-е годы, как англичан приучили не хамить друг друга на автобусных остановках. Стали ходить регулярно автобусы, ну, двухэтажные, вот эти красные. И люди поначалу толкались, друг друга пихали. Ну, то же самое, что мы видим до сих пор на автобусных остановках. Было решено следующее. На год на каждую остановку встал полицейский. И всех, кто лез вне очереди, били. Вот они их били, били, били. И в итоге они научились. То есть они ровненько, как вот у нас сейчас в маршрутку, видели, да, стоят очереди. Очень такая колбаса стоит. То есть, конечно, бить надо. Но кто будет бить? Ведь обратка может замучить. Ну, смотри тоже, ты в курсе, да, что у нас сейчас правила стали чуть жёстче. Ожидается, что они станут ещё жёстче. И это всё как бы проводится с целью сделать дороги более безопасными. Что-то водителя, когда его штрафуют не на 50 рублей, а на полтора тысячи, станут более ответственные. Ну, посмотрим на статистику через годик, да, по большому счёту. Приводит ли это к реальным результатам. Хотя я считаю, что, конечно, за пьянку, за рулём надо реально права отнимать. Ну, у тебя есть какие-то вещи, которые, ты считаешь, нужно ужесточить там просто до безобразия. Я считаю, что есть случайные ошибки, которые, конечно же, можно покарать, но так терпимо. Терпимо. В любом случае, я считаю, что для человека, у которого есть автомобиль, любой, даже тот самый упомянутый китайский Тигго, есть лишние 100 долларов в кармане. Ну, вот в любом случае, они у него есть. Пускай они даже у него отложены для того, чтобы купить бензин. Потому что, ну, вот при разъездах по Москве я не видел бы человека, который бы говорил, что тратит в месяц меньше 100 долларов на бензин. Ну, по большому счёту. Ну, это нереально, да, это совершенно нереально. Я думаю, что 100 баксов есть у каждого. Вот сделать минимальную плату за серьёзное, но не смертельное свойство нарушения, 100 долларов, чтобы это было для человека ощутимо, но не смертельно. Вот. А вещи, которые касаются, например, непонимания человеком того, что он может принести смерть другим людям. Ну, например, садится пьяный за руль, да, или гонит по встречке. Ну, нормальный тоже такой момент. Вот. Я не имею в виду развороты. Вот именно гонит по встречке. Мне кажется, здесь надо однозначно у человека отнимать права, потому что люди возражают против этого, перекладывая ситуацию на себя. А вдруг у меня отнимут права? А надо ведь, друзья мои, по-другому смотреть. Чем больше отнимут прав, тем меньше пробок. Чем меньше пробок на дорогах, да. Да, друзья, вот где солидарность. Люди, говоря об этом, говорят ещё о другом. Что в нынешней ситуации, вот как у нас сейчас всё это происходит, очень легко можно оказаться тем самым человеком, который вдруг неожиданно для себя был замечен едущим по встречке. Он заехал колёсами на разделительную, ему сразу припаяли лишение прав. Я слышал такие истории, но никто из моих знакомых, таких близких, но никогда мне не... Понимаешь, очень много рассказов в интернете, где угодно ты можешь слышать вот такие списки, а мне кто-то говорил, что где-то есть такие вот злобные ДПСники, и они вот такие коварные, да. Я много раз слышал эти истории, но ни разу от тех людей, которым я поверил. Вот. И не сталкивался. Ну, я тоже, на самом деле, не сталкивался с тем, что мне как бы что-то там такое приписывают, чего я не делал, да, что-то периодически появляется. Я лично как? У меня лично как происходит ситуация? Вот последний раз, за что я заплатил штраф на месте. Взятку или штраф? Я считаю, что... Это был штраф. Я считаю, что я заплатил штраф, а во-вторых, я повысил материальное состояние сотрудников ДПС, службы, потому что я считаю, что я, как представитель народа, имею право помогать государству. Помогать государству. Ты стал спонсором какого-то конкретного... Не спонсором, нет. Я как бы... Пока у государства нет реальных рычагов поднятия зарплаты сотрудникам ДПС до уровня менеджеров обычных, я со своей стороны имею возможность... Участвую в этой программе. Да, помогаю. Но меня схватили за то, что за задницу, за то, что я развернулся в неположенном месте. Через две сплошные? Там не было сплошных, там были трамваи. Но, понимаешь, я никогда не говорю, что этого не было. Ну, было же. Ну, чего тут в несознанку играть? Да, ребята, все, ну да, виноват. Но торопился на передачу. Не на эту славовую передачу. Но было дело, действительно, летом торопился и как-то не подумал, что есть легальный разворот. Ну и, в общем-то, меня взяли за пупку. Ну, я осознался, а меня простили, понимаешь? Вот в чем. Ну, простили, естественно. А потом я уже отблагодарил. Как спонсор, да? И обиды-то никакой нет. Понимаешь? Ну, вот ситуация, когда, например, ты просто едешь, а тебя догоняют и начинают впаривать или говорить, а придумай-ка сам, за что мы тебя оштрафуем. Мы тебя все равно оштрафуем. Да, вот вымогателей, вымогателей я не видел. Вот еще тоже вопрос, о чем у нас говорят периодически. Они вымогают деньги, они берут деньги. Ну, на мой взгляд, это решается очень просто. Каждым конкретным человеком решается для себя. Тебе не хочется давать им денег? Не давай. Конечно. Отдай права. Ну, отдай права, пусть тебе напишут протокол. Мне сказали, что у меня был выбор, я мог отдать права. Где-то там, я не понял где, но где-то в другом месте, чем вот сейчас в этой машине ДПС, кто-то как-то будет решать, возвращать мне права, не возвращать, выписывать штраф, может быть, в суд пошлю. В суде будет решаться. Да. И я так подумал, что, ну, а сколько у меня есть времени, по большому счету, ходить по судам, куда-то ждать, ехать. Ну, не хочется, понимаешь? Вот я сделал выбор, я сделал выбор. А может быть, конечно, есть люди, которым хочется идти в суд и там... Не, ну, такие люди есть. Ну, наверное, слава богу, можно сказать, что их немного. При том, что, на самом деле, вот несколько лет тому назад в Питере у меня за неправильный поворот, то есть поворот направо был запрещен, я повернул. Меня останавливает лейтенант. Штраф был тогда 80 рублей за это. Это официальный штраф. Останавливает лейтенант старший. Я по традиции предлагаю искупить вину, ну, а он ни в какую. Выписывает протокол? Да, он мне выписал, забрал права, выписал мне временное. Вот. И, к удивлению моему, я через несколько дней подъезжаю в мое районное отделение ГАИ, или как это называется, управление, районное управление, никаких очередей. Я подхожу, даю квитанцию, или, может, там даже можно было заплатить, я не помню. Ну, короче говоря, безо всяких проволочек мне возвращают мои права, спасибо. И я уже с стопроцентным ощущением, что я помол бюджету официально с квитанцией, вот, ушел оттуда с правами. То есть проблем не было никаких. Я не знаю, может быть, сейчас вообще терять время-то никому не хочется, естественно. Терять время никому не хочется. Терять время никому не хочется. Вот по поводу эвакуации. Вот у нас сейчас эвакуация бесплатная в автомобиле. Есть такое убеждение на уровне, скажем так, ну, неформальных высказываний о том, что жизнь людей, у которых эвакуировали автомобиль, надо сделать невыносимой. Они должны стоять в очередях, у них не должно быть никаких удобств, точку, куда надо приезжать, сейчас вынесли там, ну, уже, на мой взгляд, за пределы географии, куда надо ездить. Вот такой момент, наказать не рублем, а наказать какими-то мытарствами, да, что вот человек прошел там все круги вот этого вот ада по возвращению за машиной и таким образом что-то воспринял, что-то понял. Ты понимаешь, ну, в этой случае, опять же, двояко можно смотреть на вещи. С одной стороны, я понимаю, что возникают иногда ситуации, когда человек не хочет заплатить малые деньги, поэтому его вынуждают платить больше. Например, в Москве эта ситуация на Садовом кольце Атриум. Ну, да. Вот Атриум стоит, запрещена парковка. Вдоль него везде. Оттуда очень часто таскают машины, а под самим Атриум есть отличная парковка. Столько, правда, где-то 50 рублей. Там, правда, мест, по-моему, не бывает. Нет, там есть места, там есть места, я заезжал несколько раз. Ну, вот до парадоксального ситуации выглядит так, эвакуатор грузит машину, рядом стоит другая с поворотником, и говорит, ну, давай быстрее эвакуируй, я поставлю здесь припарковать, пойду в Атриум. Да. Он говорит, а ты никакой логики не видишь взаимосвязи, что одно убирают и ставишь. То есть, ну, видимо, люди там в спешке, в своих делах настолько вот закручиваются, что перестают думать адекватно. И вот еще одна проблема, которую мы с этим затронули, это, скажем так, такие достаточно условные рамки поведения. Вот, в принципе, можно это сделать, а можно не делать. А может, он так воспримет, а может, не воспримет. Вот не получается ли такой ситуации, что поскольку у нас все это очень размыто, поэтому и на дорогах такое очень размытое поведение. То есть, вроде бы он как хамил, а вроде бы и нет, а вроде как за хамство нас не наказывают, а вроде как что-то еще. Ну, видишь, мы же говорили о том, что хамство-то у нас не юридический термин. Мне кажется, конечно, многим в нашей стране не хватает любви. Вот простой элементарной любви, которая... Ведь, заметь, это состояние, на самом деле, влюбленности бывает у человека не так часто в жизни. Даже когда у него, может быть, новый роман, не всегда это является любовью. Но когда человек влюблен, у него вселенская доброта ко всему, что вокруг. Ко всем, слышали. И не наркоманистая, когда человеку просто в кайф, а любовь. И ты хочешь заботиться о других людях. А мы все в запарах, мы все лишены любви, и мы все делаем гадости, не замечаем это. Получаем гадость в обратку, и постоянно это происходит. Потому что, мне кажется, ну, человек запаренный, приехал, ему некуда поставить машину, он спешит. Я сто раз был в этой ситуации, когда бежишь навстречу на съемку, на какие-то переговоры, а машину ставить некуда. Я лично вот себе никогда не позволяю бросить машину как попало. Даже если очень опаздываю. Ну, вот все равно, как-то уеду, может быть, за квартал от этого места, еще как-то в этом роде. Но все-таки дорогая вещь-то. Ну, как вот так взять и бросить? Я согласен, то же самое, что бросить где-то свою там сумку с документами и деньгами. Ну, это же совсем гиблое дело. Ну, что-то сопоставимо, да? Ну, такая же бедовая ситуация, ты кого-то запираешь. Сколько раз приходилось быть ситуацией, когда ты выходишь, стоит машина, которая просто тебя заперла. На тему девушек, кстати, вот и тему запираний была ситуация, когда еще только приехал в Москву, снимал квартиру в доме, внизу которого был магазин бытовой электроники. Ну, там сетевой магазин. А подъезд, соответственно, во дворе. И я несколько раз видел ситуацию, когда именно девушки мест около... Дом был точечный, то есть вот такая свечка стоит, внизу магазин. И, соответственно, въезд с дороги во двор. Я несколько раз был в ситуации, когда именно девчонки, спеша в магазин, хотя уж вроде магазин не то место, куда надо спешить, там ни переговоров нет, ничего, можно подождать в конце концов или отъехать несколько метров, там встать. А около самого магазина мест нет. И вот девочка ставит свою машину на въезде во двор. Понимаешь? Нормально. Просто на въезде во двор. И ты, выезжая из дома, стоишь и думаешь, блин, а как так? А за что? Не то, чтобы за что, а ты пытаешься понять психологию человека. Ну, психология простая. Я сейчас быстренько забегу. Ну, ей же абсолютно ведь... Я быстренько забегу, сейчас решу вопроса бегу. Да нет, она не быстренько, я ждал 15 минут. Понимаешь? Ну, это ты быстренько еще обернулся. Я так понимаю, что она в принципе не подумала о том, что это въезд куда-либо. Понимаешь? Вот стоит, там машина стоит, машина, и дырка. Вот она в нее встала и пошла спокойно в магазин делать свои дела. То есть некоторые люди, делая свои дела, забивают болт на всех остальных людей вокруг. Вот проблема. Ну, из-за этого сами же теряют время, получается. Потому что, ну, я запер кого-то, решил свои проблемы быстренько. Потом прибежал куда-то в другое место. Да. Меня заперли. И я имею часовой тайм-аут на подумать. И вот смотри, и что делать, да, в этой ситуации? Я тоже поднимал в интернете эту тему. Я столкнулся с тем, что некоторые ведь люди достаточно агрессивно реагируют на эти вещи. Бить стекла, там, спускать колеса. Стекла, стекла это очень уж жестко. А некоторые просто занимаются издевательствами. Например, пена, которая, которая запенивает окна. Ну, герметик. Глушитель. Понимаешь? И все. И приехали. И все, и приехали, да. Не, ну, я считаю, что, конечно, это вредит. Не, ну, адекватные должны быть меры. То же самое, наверное, видел вот это вот предложение. Купить себе набор наклеек, которые клеить на машину. Паркуясь, как идиот. И видишь, что удачно припаркованную машину. Раз, приклеил ее. Ну, и человек едет с таким логотипом своего интернет-сообщества. Нового такого. С недобровольным вступлением. И в этой ситуации мы как бы крутимся в трех соснах, получается. Вот как решать? Да есть проблемы, как решать? То ли закручивать гайки, устраивать такую настоящую жесть. Ты понимаешь, я смотрю на ситуацию, вот как это решено за границей. Где, мне кажется, все-таки витает дух неотвратимости наказания. Ну, с одной стороны витает дух. Но я не думаю, что люди там себя ведут прилично только потому, что за другие варианты они будут жестко наказаны. Нам, чтобы люди на дороге стали вежливыми, надо, чтобы хотя бы больше половины вежливо себя вели. Правильно? Чтобы была не такая психология, что они хамят и мне можно. А такая, что, а ведь никто не хамит, а значит, я идиот. Да. А так сделать. Значит, я буду выглядеть как идиот. Мне кажется, что я бы хотел людей к этому призвать, понимаете, относиться по-человечески. Вот сравните. Если вы видите, что перед вами, например, идет машина, где сидит знакомый вам человек. Вот ты, к примеру, едешь. Вот я, например, с тобой вчера еще не был знаком, а сегодня уже тебя знаю. Разве я буду хамить своему знакомому человеку? Ведь он меня знает. Мы же хамим другим людям только потому, что они для нас чужие. А что нам мешает, в принципе, чувствовать себя в едином доме? Это единый дом наш всех. И, следовательно, хамя ему, ты хамишь человеку. А может, ты с ним через неделю познакомишься по делам? Тут даже не то, что чужие. Знаешь, иногда такое ощущение складывается, что вот эта конкретно взятая дорога – это не дорога. Это трасса. И ты пробиваешься сквозь этих людей к финишу, и ты должен прийти первым. Все это конкуренты, все тебе мешают. Соответственно, ты должен, не стесняясь совершенно в средствах, распихивать всех, ехать быстрее всех на этой дороге. Вот такая вот задача максимума. Понимаешь, ты последи иногда, бывает в Москве, в той же, да и, наверное, в Питере, да в крупных городах, ситуация, когда движение плотное, так называемое, да, но оно еще не превращается в истерию пробки. В настоящую пробки, да. Да, оно едет, поток едет. Но я смотрю, как загорается зеленый свет, и когда ты стоишь не первым, насколько поздно все трогаются. Хотя ты видишь, что зеленый зажегся, тронуться-то можно раньше. Вот какая-то такая некоторая импотенция, пассивность, знаешь, и расслабленность вот такая, она есть в людях. Это бесит. Вот то, о чем ты говорил, что тебя пользуют по дороге на работу, на работе пользуют, ну и вечером ты уже весь использованный, не можешь вовремя разучить. Они и с утра такие, поверь мне, я ездил... Ну их и ночью пользуют. Я ездил с утра в пять, в шесть утра, в семь, в восемь. Это люди возвращаются с ночной работы, попользованные там. Везде есть эти гребаные, расслабленные люди. Это реально бесит. Поэтому дисциплина должна быть, конечно, не только в том, чтобы не обижать кого-то, не подставлять, не подрезать. Но, например, ты вот едешь, а человек, например, стал кого-то пропускать, затормозив весь поток. Но в этом случае, мне кажется, надо быть вежливым не по отношению к тому единственному, а по отношению к тем, кто за. Да, я вот всегда так рассуждаю тоже, когда кто-то, особенно уезжает в грузовик, который в один прием не может туда устроиться. Человек останавливается, пропускает, и мы имеем 15 минут поговорить о жизни. Ну, ты сделал вежливо по отношению к нему. Там сзади едут, не знаю, кто там, беременные женщины, президенты каких-то компаний на доклад, кто-то еще. Ты просто взял и решил их судьбу на ближайшие 15 минут. Достаточно, я бы сказал, смелое решение для себя. Да, я считаю, что если ты один едешь по пустой дороге, в хорошем смысле можешь делать все, что угодно. И вдруг, если ты подумал, что ты один мешаешь ему, что если ты остановишься, будет лучше, чем если ты проедешь, и просто никого не будет на дороге, и он тоже не будет чувствовать себя обязанным кому-то. Ну, в каждой ситуации, конечно, надо судить отдельно, но мне кажется, надо всегда взвешивать, кому больше пользы и кому больше вреда от этой вежливости, по большому счету. Для кого это сделано вообще? Ну, по поводу вежливости, такой вежливый один останавливается, сзади есть тоже попадаются люди неадекватные, которые выходят из машины и начинают объяснять ему доступными способами. Ну, по-разному, с дирижерской, бейсбольной палкой, с балонником, с какими-то такими народными словами. Это вот такая вот, получается, эскалация насилия. Кто-то сделал что-то одно, следующий шаг, значит, он уже на порядок выше. Ответ будет еще такой. И вот куда мы доберемся? Ну, наверное, следующим шагом надо будет вытащить пистолет, застрелить его. Родственники этого должны взорвать, там, его и семью. В Москве уже происходят эти ситуации. Недели-полтора назад был случай, когда ехал гость, так сказать, из-за рубежей нашей Родины, с рубежей, так скажем, на Мерседесе. И дорожные рабочие... Застрелил дорожных рабочих. Да, не убрали какой-то... Ну, там что-то колесо пробило-то, я помню. Вот он выскочил и застрелил человека. Знаешь, в 90-е это было неудивительно. То есть, это какой такой застрел? Который 15 застрелил? Нет, который 10. А, ну, понятно, это вот было тогда. Потому что такое случалось каждую неделю. Помнишь вот эти истории, когда около какого-то ночного клуба был расстрелян автомобиль. По свидетельству очевидцев, он там два светофора назад его подрезал. И вот он ему объяснил правила дорожного движения, ну, тем языком, который, в общем, знал не то, что в совершенстве, но лучше других. И вот эта ситуация была, знаешь, я не призываю, я не говорю, что это было хорошо. Это было жутко и дико. Но какое-то ощущение было на дороге, ну, не то что страха, да, но понимание того, что нельзя делать все, что тебе захочется. Что за это можно вот совершенно от отмороженных идиотов получить вот такую вот вещь. Понимаешь, а, кстати, если переносить ситуацию автомобильную, да, на всю остальную жизнь, то, к примеру, такая же точная ситуация ведь развивается в метро. Ну, в час пик, в пробке. Утром, ну, вот женщины мне жаловались, да, которые, как бы, в машину еще не сели, но уже, как бы, уже накипело. Что с утра бухие мужики, от них воняет перегаром, в жару потные не пользуются дезодорантом. И более того, у меня, значит, одна знакомая девушка ехала ко мне в гости на эфир, на радио. Выехала с утра, все, ждет своей очереди у двери, двери раскрылись на станции. И там такая ситуация складывается, что девушка, которая стояла у выхода, не пропускала вот такого бухого мужика. Он ей говорит, вымусти меня. Она говорит, нет, меня тогда выпустят, выкинут из вагона, я не могу. И тогда он ей замахнулся и ударил кулаком. Но девушка вовремя отклонила голову, и кулак попал моей девушке, которая стояла снаружи. То есть вообще была не при делах. И люди, которые там занимаются воровством, девушки, например, сидят, пишут СМС-ки на мобильнике, и перед тем, как двери закрываются, кто-то ей помогает прекратить. Там, в принципе, в метро творятся те же самые вещи. То есть говорить о том, что машина и дорога что-то особенное, отдельное, нельзя. Просто машина наделяет человека некоторым как бы таким вот скафандром, да? Хотя он мифический, потому что любой, кто попадал в аварии, понимает, что все это сплющивается в доли секунды. Но все-таки, знаешь, в метро ты стоишь один на один с человеком, а здесь он тебя защищает, и ты думаешь, что ты недосягаем. Уровень твоей защищенности гораздо выше и позволяет тебе сделать то, чего даже в метро, наверное, нельзя. Конечно, в метро ты факт не будешь показывать, в общем-то, человеку. Только в прямом эфире, исключительное место, где его можно показать. Получается, что мы людей как бы воспринимаем, да, вот кто-то едет в левом ряду, там, 60. Ну, не берем клинических случаев таких, которые вот он отстаивает интересы Родины, а вот он просто так едет. Кто-то перестроился не так, кто-то повернул не туда. По большому счету, наверное, проблема в том, что мы реагируем на эти действия как на сознательное желание этого человека создать нам помеху на дороге. То есть мы реагируем, ну, не мы там, я и ты, а реагируем вот в основном люди. Остро реагируем. Он специально хотел сделать так, чтобы мне стало неудобно. Значит, я специально должен сделать так, чтобы ему стало неудобно в квадрате. Да, чтобы он осознал. А он это понял, не понял за что, понял, что его оскорбили, значит, я должен еще более адекватно ему ответить и поехал. В этом случае ты приравниваешь хама к животному. Знаешь, вот собаку нельзя наказывать, в принципе, говорят, да, ну, через некоторое время. Ну, там очень короткое время, период времени для наказания. Ты не успел сразу хватануть его? Она уже забыла о чем просто. Да, и думаешь, что просто ты наехал на него. Ну, конечно, некоторые живут как животные у нас. Да, у нас очень много, кто живет как животные. Естественно, животные. Ну, а что будем мы постанавливать-то по поводу искоренения хамства на дорогах? Предложений несколько. Расстреливать там, да, вот там, жесть такую закрутить полную. Апеллируют к тому, что на Западе есть какой-то опыт, там, детей. Стукачество. Стукачество. Ну, стукачество – это наибухудвочинг, то, что расклеено по всем англоязычным странам, да, с изображением соседа из занавески, которые, ну, как в Германии, это нормально, да, вот позвонить по мобильному телефону и сказать, алло, полиция, здравствуйте, вот здесь такой автомобиль, сделал вот так вот. Я вот такой, меня зовут так-то, готов прийти в суд по первому требованию. В Штатах, по Европе ситуация такая, и, в принципе, вот, ну, в нашем менталитете, наверное, все заложено как стукачество. То есть, ну, как бы для нас это, наверное, не самый подходящий вариант. Вот, по большому счету, как жестить, там, наказывать, там, забирать машину, сажать в тюрьму, там, как-то еще. Мне кажется... Объяснять или создавать какие-то условия. Была, была мысль, мне кажется, достаточно здравая, чтобы стоимость самого водительского удостоверения была приравнена к стоимостью дешевого автомобиля. Ты имеешь в виду, чтобы купить его, не сдавая прав? Нет, 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 чтобы государственная пошлина официальная при получении прав была, ну, таким же, такой же абузой для человека, как и сам автомобиль. Чтобы их потерять, было бы, как бы, уже тяжело для человека. Да и приобрести тоже тяжело. Потому что сегодня что? Ну, допустим, не тупой, сдал. Я, вот, например, сдал официально и без блата на права. Это было не так тяжело, да, но при этом... Ну, я сдавал на втором курсе, это была у нас программа обучения, поэтому как тоже очень легко прошло все. Да, и после этого человек, например, покупает какую-нибудь дешевую машину, которая наладан дышит, создает аварийную ситуацию уже ее техническим состоянием, да. А если бы у него был какой-то ценз имущественного в этот клуб, то мы же все знаем, что водители дорогих машин, я вот, например, слышал историю недавно, что люди на элитных машинах, ну, типа Бентли, если он царапает кузов, то эта машина сдается тут же в магазины распродажи по запчастям, потому что в России, в принципе, невозможно восстановить так лакокрасочное покрытие, как в заводских условиях. Ну, что-то в этом роде. Ну, я не буду комментировать. Да, но я к тому, что дорогая машина все-таки обязывает, ну, мы сегодня об этом говорили, вести человека себя прилично, достойно. И ведь сегодня, например, те же «Жигули», если мы можем их отреставрировать в гараже, да, к примеру, то ведь любая царапина на машине, ну, с нормальным лакокрасочным покрытием, вынуждает тебя обращаться в сервис, это дорого стоит. А ты еще и долго бывает. Да, и долго, и поэтому человеку невыгодно заниматься вот такими, ну, просто времени не хватит, если ты будешь... Нет, ну, ты сейчас говоришь еще о другом. Я тороплюсь на встречу, я опаздываю, для меня эта встреча важна. И вот каждый из торопящихся на эту встречу, наверное, должен для себя понимать, какую цену он готов заплатить за то, чтобы успеть на встречу. Готов ли он заплатить цену своего автомобиля? Вообще надо развивать видеоконференции, друзья мои, зачем куда-то ездить? Можно прекрасно провести время в интернете. Ну, по большому счету, наверное, на дорогах будет тогда лучше. Пока это, к сожалению, не реально. А вообще история знает прекрасные примеры. Например, на Кубе, когда перед Фиделем Кастро встал вопрос транспортного обеспечения народа, выяснилось, что нет у молодой Кубинской республики столько автобусов, чтобы всех возить туда-сюда на работу. И было решено так делать. Вот есть завод, и рядом живут люди. Чтобы ты вышел из подъезда и пошел на работу. Зачем эти ужасные массы каждый день едут с востока на запад, с севера? Зачем они едут? Это у нас был такой деятель, видный, Стерлигов, Герман, который говорил, поменяйся, работай с кем-нибудь. Я вот сейчас подыскиваю, с кем будет поменяться, работай. Потом у него был другой слоган. Ты купи себе гробок из сосновых издосов. Ну, я не знаю, что он рекламировал таким образом. Гробы, да. Я считаю, что, конечно, надо развивать также, друзья мои, кооперацию в плане доставки друг друга на работу. Потому что я знаю, что сейчас в интернете развивается движение активно. Прихватит кого-то еще. Да, когда ты прихватываешь своего соседа, если ему с тобой рядом по пути. Ну, европейский опыт, ты знаешь, что на некоторых дорогах, если ты едешь один, проезжая точку оплаты, ты платишь некую, скажем так, большую сумму. Если ты едешь вдвоем или троем, то для тебя эта цифра гораздо меньше. Ну, да, конечно. То есть, как бы людям пытаются объяснить такую вещь очень простую. Вам это дешевле, вам это удобно. Да, например, у тебя и у соседа две машины. Вы едете примерно в одно и то же место. Но почему бы вы сегодня не поехали на твоей машине вдвоем, а завтра на его машине вдвоем? Ты не пробовал никогда с соседом ездить на машине, на работу? Вот тоже такая же беда. Я не знаю, какого соседа надо брать. Либо безмолвного и согласного на все, либо тогда мне надо будет... Соседку, естественно, соседку, девушку. Кстати, да, вариант. Девушке было приятно. Понимаете, я считаю, что все-таки жизнь должна приносить удовольствие. И вождение автомобиля... Вот я, например, папу первый раз попросил меня посидеть за рулем, у него на коленках, потому что ноги не доставали, в пять лет. Ну, меня тянуло к этому делу. Вот я как-то пытаюсь сохранять отношение к машине как... Ну, с удовольствием. А удовольствие нельзя получать напряженно. Да? Ну, через не хочу это не получается вообще. Когда ты едешь нагло, быстро, когда у тебя адреналин в крови, стучит сердце, ну, это не удовольствие, это напряг, прежде всего. А вот с удовольствием как-то относиться к дороге, к людям вокруг. Вот, мне кажется, это отношение надо нам культивировать в народе. Ну, знаешь, мы в самом начале программы говорили о том, что у нас столько разных способов для людей сейчас получать удовольствие. Что для одного удовольствия, то для другого как бы совсем нет. Ну, сложно понять, потому что кто-то ездит вот в таких вот адреналиновых гонках каждый день. С утра там чемпионат по доставке на работу, вечером ралли по дороге домой. И вот в таком вот режиме все это вот летит, все это мечется. И, на самом деле, людям даже, получается, времени нет остановиться подумать, а что же я делаю? Да. Зачем же я себя каждый день насилую, как вот... Таким людям мы скажем, что, как говорил мой первый главный редактор в цветной газете, где я начинал когда-то работу в 93-м году, жизнь трудна, но, к счастью, коротка. Коротка. Потерпи немножко, да. Да. И жизнь-то, на самом деле, действительно мимолетна. Мимолетна. Мы все как-то живем в какой-то запаре, да. И, честно говоря, только редкие, ну, смерти близких людей заставляют тебя действительно почувствовать, что все это может кончиться в один совершенно непрекрасный момент. И приближать его, так сказать, ведя себя на дороге... Сознательно. Сознательно. Не нужно. Не нужно. Думаю, что далеко не все задумываются об этом. Вот недавний пример, ты слышал, разбился кто-то из директоров... Пэтшоп Бойс, Пэтшоп Голубойс, да. Да, да, да. Разбился вместе с каким-то человеком из одного из модных московских клубов. Вот они разбились, как бы, совершенно в центре Москвы, там, где вроде летать нельзя даже. Ну, там, видимо, аквапланирование состоялось. Какую-то часть публики, я думаю, что вот эта вещь затронет, и, к сожалению, получается только так. Только какими-то такими примерами мы даем людям возможность понять. Смотрите, ну, они же тоже не собирались вот так сегодняшний день заканчивать. У них были совершенно другие планы. Они ехали, ну, наверное, не в это дерево, не в эти бетонные блоки, куда в итоге влетели. Получается, что только вот таким образом. Почему вот эта чернуха, которая на дорогах стоит? Если ты обращаешь внимание, ездишь по межгороду, иногда на столбах вверх поднимают какие-то совершенно искореженные автомобили. Ну, около постов ДПС. Таким образом, постучать по голове и сказать, ну, смотри, вот такие же тоже ездили, вот так же тоже было. Подумай там, задумайся, как-то так вот обрати внимание на то, что есть. Ну, ведь у нас порядка 30 тысяч в год гибнет на дорогу. И 200 с чем-то инвалиды после этого. Это когда мы, коллега Андрей Леонтьев ездил в Исландию, там они обсуждали вопрос смертности. Там, по-моему, погибло за год человек 9, что ли. И это рекорд. Ну, это не то, что рекорд, это такая статистика. Ну, у нас вот гибнет там 30 тысяч человек. Понимаете, в этой... Вот такая статистика, говорит, нас так мало, что мы не можем себе позволить гибнуть такими темпами. Понимаешь, а у нас очень большая страна. У нас очень большая страна, где даже вот 30 тысяч человек, это же райцентр, правильно? Это городок такой небольшой получается. Ну, в общем, да. Вот он, он, нельзя, не зря гаишники поставили, да? Город, да, население целого города. А вот в масштабах страны настолько это не понимаешь, настолько это незаметно, настолько это не очевидно, что мне кажется порой, что это наша очень большая беда, что у нас очень много. И вот пока эти криминальные случаи на дорогах не дойдут до каждой семьи, вот все будут так продолжать себя вести, понимаешь? То есть до тебя не дошло, с тобой не случилось, с родными не произошло, и ты... Значит, этого нету. Значит, это есть, так вот как в формате теленовостей. Да, и к примеру, понимаешь, вот надо начать, мне кажется, с ремней безопасности, с тех же. Я об этом уже писал, и у меня был случай. Нас везли в аэропорт Внуково, киевская трасса расширялась, был технический светофор для рабочих, они ходили. Мы стояли первым, это был САП 9-тысячный. Я сидел, как всегда, не пристегнутый рядом с водителем. И вдруг в задницу влетает почтовый бычок. Хороший такой у вас. На скорости, наверное, он не тормозил, скорость 40 была где-то. Ну, не слишком большая, но настолько серьезная, что я улетел лбом в лобовое, а из торпеды выскочил блок климат-контроля. Не магнитола, вырвало климат-контроль. Те, кто сидели сзади, ударились в подголовники, расшибли все брови. Я ударился, у меня шишка была месяц потом об лобовое стекло. Выходим, первая фраза водителя бычка следующая. Ну, вы же знаете, какие у бычка слабые тормоза. Понимаешь, она такая простая. Эта фраза. Хорошая фраза. Но, и я понял, что даже в городе ты должен пристегиваться, потому что это не обязательно переворот. Ну, просто вот сзади тебя может идти. Мы не рассчитываем, выезжая на дорогу, мы не рассчитываем, что мы пойдем в какую-то трагическую ситуацию. А вот эта ситуация, да? Вот я стоял просто. Нужно себе дать лишний шанс. Это и ремни, это и поведение, это может быть отсутствие какой-то лишней агрессии. Потому что заводя окружающих, заводя себя, ну, можно там подумать о том, что в этот момент на другом конце города едет, например, твоя жена. И какой-то такой же агрессивный, как и ты, в этот момент ей пытается вкрутить в голову правильную информацию о том, кто она и почему ей за рулем сидеть не надо, и где ей надо вместо этого быть. Ну, к сожалению, тема, к сожалению, тема эта бесконечна, а у нас уже 30 секунд до конца, и, ну, наверное, надо уже закругляться. Я думаю, что на эту тему можно говорить каждый день, но на течение ближайшего года и не истощимся. Поэтому мы сегодня уже подводим итоги, но надеемся, какую-то культурную идею заранили в голову. Главное, что надо, товарищи, понимать, понимать надо следующее. Понимать надо то, что у нас все. Спасибо, что были с нами. До свидания, до новых встреч. Ну, и, как всегда, самое интересное еще только впереди. Субтитры подогнал «Симон»!